добрый день дорогие друзья сегодня хочу показать вам тематическую подборку растений а тема в принципе такая я ее уже поднимала несколько раз на своей страничке инстаграм и вконтакте эта тема красивых стареющих листочков ароидных вот сейчас как раз и подобрала несколько своих ароидных которых листочки находятся в этой красивой стадии старения увитания вроде бы отмирают листочки но не очень красивые при этом так вот первое в принципе растение хочу просто показать очень люблю это растение это бегония макулата вот она недавно мне появилась появилась на из маленького маленького череночка с одним листочком который уже в принципе давно отсох вот и сейчас в череночка вышли новые листочки выходят еще окрасную очень красивые вот сейчас пока не хватает чуть-чуть ей свет для того чтобы проявить всю свою красоту хочу купить фитолампу посмотреть к чему это приведет на в принципе растение очень красиво мне очень нравится и очень и довольна и абсолютно неприхотливые я переживала это была первая моя бегония я переживала как если смогу сладить но все прошло хорошо принципе я считаю что это потому что растение адаптированное вращены в комнатных условиях поэтому проблемы с овох у меня с ними было там дает уже маленький приростик от корня такая красавица задняя сторона листа у нее бордовая думаю при более ярком освещении будет более бордовая передняя сторона листа у молодого листа бордовая тоже потом становится более оранжевой и потом приобретает зеленый оттенок впоследствии же зрелый лист зеленый с белыми яркими крапинками крупными в общем очень декоративные растения очень благодарны и простой в уходе и очень модные кстати сейчас если нужно выделять категорию модных растений то это одно из них на пике популярности прям таки в прошлом в этом году как мне кажется это так и теперь вот тоже как мне кажется очень модное растение в принципе модный не первый год вот красота или ставить не конечно при дневном свете и она постоянно меняется то есть при взрослении красота листа меняется это самый новый листочек молоденький очень глянцевый зелененький только-только начинает приобретать бортовый красный вот это будет видно при дневном освещении как-нибудь сделаю ролик прям отдельно по этой локазии это локазия куприя и вот у нее стареющий листочек уже скоро отомрет и поэтому поторопилась снять ролик вот такой имеет бортовый насыщенный цвет за пару дней до ролика задняя сторона тоже была бордовая полностью очень ярко очень насыщенная не было еще таких темных пятен вот мы скоро к сожалению там вот такое красивое растение очень декоративная напоминает мне какое-то хищное животное из фантастических фильмов ужасов очень эффектное растение красиво смотрится интерьер и что мне нравится конечно же это нравится думаю всем любителям цветов она неприхотливая мы с ним быстро нашли общий язык вот такой горшочек к слову и расписывала на морскую тематику морские здесь у меня животные и вот такая прелесть необычная красавица локазия куприя вот ее стареющий красивый листочек затем тоже стареющие листочки наверное покажу калатиуму калатиум любимого white christmas его стареющие листочки уже показывала вот уже вот-вот совсем скоро на там лед и так интересно он стареет половинкой была зеленая ровно половина сейчас кролику жизнь венца почти исчезла а вторая планка была ярко-желтая вот сейчас уже более старая половинка совсем отрябла еще ничего так держится вот у него и ножка размягчается калатиуму всегда размягчается и ножка листочка который отмирает вот так ничто не вечно под луной калатиум в принципе скоро должен отвалить все свои листочки и уйти в сон спящий режим так что эта судьба ждет все мои листочки ближайшее время думаю так теперь филадендрон бурли макс вариегатный удивляетесь нет паре кратности ни одном листе но на продавца не обиде потому что продавец с другими растениями его просто подарил я сказала что это от варегатного бурли макс утратившего вариегатность и просто подают человек я поинтересовалась потом в интернете посмотрел оказывается такие растения даже продают особенно очень дорогие виды филадендронов утверждают что продают чуть дешевле но дороже чем зеленая форма утверждает что это от утратившего варегатность экземпляра но вот сколько у нас приростов мне подарили его малышом и нет еще ни одного проблеска варегатности но я продавцу верю потому что человек просто подарил зачем ей было планировать но говорят что бурли макс вот страдает такой утере варегатности она нестабильная вот хочу купить лампу фитолампу и посмотрим к чему это приведет может быть он все-таки варегатность свою проявит руд или еще глубоко не интересуюсь пока не так забавы ради посмотрим попробуем и еще один вариант тоже бурли макс тоже утративший варегатность но у этого были варегатные листочки то есть вот прям таки вот этот отросточек который мне подарил продавец другими растениями купленными было несколько варегатных листочков сейчас как раз стареет варегатный листочек этому листочку больше года я думаю где-то ближе к двух годам вот этому листочку вот он начал стареть желтеть но очевидно у него была варегатность когда он был такой зелененький она была яркая красивая но тем не менее все последующие листы зеленые зеленые что он разворачивает он еще один новый лист но тоже пока я никакой не вижу варегатности на нем но тоже человек подарили тем более здесь вот он есть варегатный лист вот так что мне два таких экземпляра бурли макс варегатных утративших варегатность буду экспериментировать на них что-то делать пытаться возродить варегатность но посмотрим к чему это приведет еще варегат вариант стареющего листа красивого это сингоне у мне он пик неоновый розовый очень красивый сингоне неприхотливый тоже не хватает ему освещение мне нужно будет покупать лампу фитолампу чтобы вот эти цветы были листы были более яркие были розы то что летом когда он не стоит на улице не ярко розовый а вот стареющие его листочки постепенно утрачивает розовинку и больше сохраняет этот неоновый серебристый оттенок и постепенно сей уходят зеленцу такую слабую зеленцу но мне это очень нравится если честно мне нравится что в одном растении вот такая гамма цветовая такой переливы цвета в общем товарищ очень декоративный неприхотливый и очень отсыпчивый такой но пинг тоже с красивыми стареющими листочками и вот хотела тоже он показать тут к стареющим листочкам отношения не имеющие растения вот тоже лаказия это серебряный дракон silver dragon вот выпустила мне очередной листочек но это тоже по моему листочек это лаказии год и покупала год назад и покупала из в общем тайской поставки получается то есть люди которые продают растения из таиланда он пришел ко мне во мхе в таком прозрачном стаканчике сам холм и вот целый год он бедненький приход приходил в себя может быть я делаю какие-то ошибки в уходе но я грешу на то что он все-таки из таиланда то есть многие тайские растения очень тяжело акклиматизируются и некоторые даже не проходят акклиматизацию погибают но вот он к счастью выжил мой серебряный дракон подает надежда на будущее в принципе очень нравится металлоказия и тоже чем ярче будет освещение от назови стороне листа у нее таки прожилки должны быть такие яркие бородовыми вот передняя часть такой серебрянкой дракон все-таки серебряный как чешуя дракона на серебряный так что вот покупать растение не адаптированы это огромный риск на тот момент я не видела ни у кого из людей чтобы передавали свои домашние локазии серебряный дракон очень захотелось почему-то бывает иногда вот такая момент какой-то слабости очень хочется растения и вот я купила и целый год промучилась с ней то есть допустим вот эта локазия куприель и покупала их примерно в одинаковых размерах не были габаритах но купли я покупала у человека который сам не вырастил то есть адаптирована здесь краснодаре в россии а вот эту локазию я покупала из таиланда из поставки вот пожалуйста то есть я считаю что конечно же стоит покупать у наших сограждан наши российские адаптированные цветы чтобы он так как не учится или вообще не потратить несколько тысяч рублей на растение которое поток сожалению погибнет чтобы вы не делали тем более если вы вдруг допустить какие-то маленькие ошибки очень жаль жаль растению жаль надежды которые вы с ним испытывали и жаль конечно же денег естественно потому что такие растения стоят немалых денег и так вот такой сюжет у меня принципе задела скользкие темы и тему адаптированных растений или тайских или каких-то еще вьетнамских там и каких-то еще из тропических стран и тему красоты увядания листов аруидных очень красивые ребята увядающие свои листы держат долго кроме колладиума колладиум достаточно быстро увядает но красиво а вот эти аруидные товарищи держат из листья годами это очень красиво нарядные каждой стадии их развития прекрасно по-своему интересно за ними наблюдать что вот такой сюжет если будут у вас вопросы появляться пишите если что-то упустила обязательно расскажу вам отвечу на ваши вопросы всем хорошего дня до свидания